Всем привет! Сегодня в городе второй день праздника. Идет шествие экипажей команд яхт. Вас по традиции берем с собой. Сегодня второй день праздника в городе. Все участники регаты представляют свои яхты и идут по городу. Это оркестр из Литвы. А это яхта Клайпинского университета. Барабандер называется. АПЛОДИОН АПЛОДИОН АПЛОДИОТ Редактор субтитров resistance Более высоко Продолжение следует... 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 Он ходит по палубе босиком. Третий раз мы их встретили сегодня. Как растянулась процессия, но оставили очень много места. Там девчонки идут такие, как будто из театра. Для них оставили очень много места. А попробуй догони оркестр, а не строевым идут. Да. Это тебе не танцевать. Ну, знаете, чем классно, когда вот такое шествие участников регаты из разных стран. Можно посмотреть, как каждая страна, как каждый экипаж себя представляет. Обычно, если из одной страны, то примерно все одинаково идут. Вот, допустим, взять День моря. У нас все идут как бы одинаковые. А здесь все разные. И вот, как бы, и костюмы. И речевки. Да, терра. Я кричала эстонцам терра. Это Польша. Молодые ребята, потому что очень много яхт, которые именно от морских училищ, от морских академий. Поэтому много молодежи, у них это как практика. Вот это литовская одиссея. Тебе вот эти понравились? Они как на Олимпиаду идут. Устали. Все еле идут, потому что прошли полгорода, жарко. Сегодня днем было опять больше 30 градусов. Ух ты, а это откуда такие интересные ребята? Он со своим бассейном. Во вчерашнем видео я вам не показывала яхты, которые здесь стоят. На круизном терминале. Сегодня мы зайдем. На некоторые даже пускают. Вот стоит очень большая. Наверное, самая большая, которая будет участвовать в регате. Если я не ошибаюсь, она из Польши. Ну и куда эти все ребята сейчас пойдут? Яхты же разбросаны по всему городу. Они идут вот на главную площадь. Поместятся ли они там? Оркестр встал. Все. Ну а мы что? Идем посмотрим яхты, которые пришвартованы на круизном терминале. Дар молодежи. Да, это польская яхта. Она большая. Трехмачтовая. Я вижу, там люди ходят по ней. Можно подняться. Надо, наверное, на самое большое зайти. Посмотреть, вам показать. Очень большая. Обувь надо снимать? Нет, на таких не надо снимать. Те, которые маленькие, на тех надо снимать. А на этой нет, не надо. Но и у них же есть матросы, юнги. Они потом потистят все. У них опущено два трапа. По одному спускаются, по другому поднимаются. Очередь. Здесь, большая очередь, стоят ребята, пропускают. Гдыня, моритайм университет. Гдыньский университет. У нас есть академия морская, а у них университет. И это их судно, на котором ребята проходят практику. И вот здесь. Обычно это место всегда закрыто. Но когда бывают какие-то праздники, стоят яхты, корабли какие-то, на которые пускают, то бывает открыто. И вот сегодня здесь такие большие. Литовская яхта Одиссея. Всего восемь человек на ней ходят. 13,97. Ну, 14 метров. 1985 год. Тоже участвует. Представляете, всего восемь человек должно бороться с ветром и со всем остальным. Вот еще яхта Клайпецкая, Брабандер от Клайпецкого университета. В университете тоже есть какое-то отделение морское. И вот именно эта яхта от Клайпецкого университета. От Клайпецкой академии морской нет яхты. Это от университета. Брабандер. Веревочки висят. Они хотят твою мореходку соединить и будет тогда у них на двоих одна. Красивое дерево обделано. Супер. 36 метров. 1977 год. Красивое. 18 человек. 32 метра. Представляете, 18. Но здесь побольше. Хоть смогут справиться с этими парусами и с веревками. Это, конечно же, не участвует в регате. Но так стоит. Красиво так ее, как сказать, украсили, не украсили. Стоит водолаз. Это настоящий водолазный костюм. Это настоящий. А знаешь, что у них было под этим костюмом? Нет. Из верблюда такой с начесом. Костюм специальный? Чтобы тепло было. Штаны и свитер. А я еще слышала, что им туда теплой воды заливают. Не в этот. В этот сухой. А есть, который мокрый. Вовнутрь заливают теплую воду. И потом от своего тела тебе не холодно. А тут верблюд спасает. Финны. 1988 год. 27 метров 20 человек. Очень красивое, деревянное. Но уже видно, что такое в возрасте. Дерево такое не совсем светлое. С какими-то уже черными пятнами. Видите, как быстро в море портится дерево. И вообще все. И вот там стоят большие яхты. Еще зависит, какая порода дерева собовой. Если было бы, допустим, красное дерево, то все держало бы. Это, видимо, не красное. Нет, это быгновенное. А это, это. Как-то можно распознать, из какой страны должен где-то флаг висеть. Хельсинки. Валборг. Тоже деревянное. Тоже, наверное, не красное дерево. Посмотри, какие-то черные палки эти доски. А может, это нормальное явление. Они же все равно, как бы, в воде, соль. Ой, смотри, даже коврики лежат. Как у бабушки в деревне. Обалдеть. Посмотрите. На палубе коврики. 1948 год. А, но это уже посерьезнее. Скоро 100 лет. 35 метров 40 человек. Вот так она выглядит. Еще одна лодка из Финляндии. В Хельсинки. Как красиво. Натянутые. Что, что натянутые? Тросы, кабеля. А вот, смотри, вот. Идет. Кто-то заходит, кто-то уходит. Вон деревянный штурвал. Это у них такой свой флаг. А все участники в регате имеют одинаковые флаги. Вот такие. 27 человек. Экипаж. 48-й тоже год. 36 метров. Класс Б. Здесь дошли до конца. Из акватории они выходят все вот здесь. Здесь цеха Балтийского завода. Строили какие-то суденышки. Такие средние. Ловить кальмаров во Вьетнаме. Да. Я даже не знаю, что там раньше строили. Вот там, на той стороне яхт-клуб. И сегодня, посмотри, в яхт-клубе очень-очень мало стоит яхт. Все здесь. Все здесь. Погодка такая. Мне кажется, сегодня будет дождь. Как там Винни-Пух бегал и кричал. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Вот. И мне очень похоже, что скоро будет дождь. Отсюда очень красивый вид. Не знаю, камера вам передает, не передает. Но вид вот этих мачт, флаги, веревки. Это наше литовское судно клайпевское «Шакяй-спасатель». А там, посмотрите. А там идет ДФДС-паром. Они огромные, эти паромы. Но сейчас, чтобы его увидеть в полный, так сказать, рост... Да, кораблей много. Надо, наверное, вот здесь стоять и ждать, когда покажется ДФДС. А там, может быть, дырки не будет или не успеем. А эти, смотри, вот выплыли на яхте люди и фотографируют с воды все яхты, которые участвуют с регаты, с воды. Классно! С воды тоже будут получаться очень красивые кадры. Ну, а мы что, стоим, ждем ДФДС? Быстро ждем. Быстро, и он большой. Сколько там вагонов помещается? Он пустой вообще. Нет, как пустой? Ты что, пустой, нерентабельно гонять? Хотя у него маршрут. Хотя у него маршрут. Знаете, вот почему-то самые дорогие билеты на ДФДС. Я смотрела, если с машиной переправиться в Швецию... 300 евро. Вот он уже показывается в полную свою длину. В полный, так сказать, рост. Сколько у него палуб? Вот это, где написано ДФДС темное. Там стоят фуры. А наверху, наверное, каюты, рестораны, я знаю, там есть. Зал, как бы сказать, ожидания, не ожидания. Но зал, в котором ты можешь не обязательно каюту брать, а зал, просто в котором ты сидишь. То есть не совсем погружен, он зад поднятый. И спереди бульба бывает видна, если вот он выше поднимется, спереди такой шарик у него. Вот именно в этом городе, Щецин, будет заканчиваться регата. Последний этап будет стартовать 27 июля. Сапен называется. И вот именно в их городе будет заканчиваться Польша. Как они понимают в этих всех веревках? Надо же что-то соображать, какую веревку натянуть, какую отпустить. Или все сделано так, что ничего не надо никогда подтягивать. Наверное же надо подтягивать. Есть какие-то морские узлы. На эту яхту не пускают. У всех есть такие небольшие лодочки. Ну, наверное, если где-то пришвартовался, а надо сплавать, допустим, в город, то тогда на этой маленькой лодочке можешь сгонять. Вот, смотри, как красиво все натянуто, подтянуто. Красота. Вот, следующая гдыня. Погоре. На нее пускают. Или там какая-то вечеринка. Ай, нет, вечеринка. На нее пускают на вечеринку. Всех не пускают, но на вечеринку пускают. Наверное, можно было организовать какую-то вечеринку, заплатить вот кораблю, команде, и они устроят там, допустим, званый ужин вашей компании или мэра позовут. Я знаю, что раньше, прошлого мэра, который был, то мэр устраивал для капитанов вечеринки на кораблях. Может, и здесь такая же? Может, наоборот, капитаны с мэром. А, может, да. Может, наоборот. Вот, капитаны устраивали мэру, ну, за теплый прием, как бы, встречи вот на корабле. Да. Скорее всего, так. Не город устраивает, а, наверное, корабли устраивают администрации города. Приехал автобусик ресторана около одной яхты. Так вот, оказывается, как. Почему четыре дня стоят в городе? Сегодня шествие, сегодня яхты все гуляют, завтра отходники, а в воскресенье старт. До девяти часов пускают сегодня и завтра. Ну, то есть, сегодня, когда вы смотрите, тоже пускают до девяти часов. Стоит парень, не знаю, в каком он звании, юнга, матрос, кто он. Господ. И показывает, когда можно заходить. Чтобы... Чтобы не было много людей на лестнице, он показывает. Внизу такая сетка. Если будете падать, то в сетку. Ну, я надеюсь, что никто туда не падает. Ну что, идем сразу сюда? Ну, пожалуйста, по-польски. Я забыла, как по-польски. Я ему сказала... А, я ему сказала hello. Наоборот. О, сколько веревок, смотрите, как много. Как много. Вот. Как они все это понимают, то, чего и куда. Это от университета. Гданского... Гданского университета. Учебное судно. Дар молодежи называется. Вот отсюда красиво посмотреть. Маленькие яхты, кораблики. Вокруг плавают, фотографируют. Погода тем временем ухудшается. Виктор ходит и переживает, что сейчас начнется дождь. Я говорю, ну, будет и будет. Летний же дождь, не страшно. Как намокнем, так же и высохнем. Вот, с моря идет тучка. Красивая. А это вот они все крутятся, крутятся, смотрят тоже на большие корабли, на большие яхты. Фотографируют. Класс. А вон кто-то внизу на резиновой лодочке. Вот это может быть лодка с какого-нибудь учебного судна, да? Резиновая вот эта. И, кстати, на корабле совсем не качает. Нет, это не с учебного судна. Опять веревки. Как это называется? Ты мне как-то говорила, сбухтовать или что? Сбухтовать? Ты мне говорил. А, кранцы. Канцы и кранцы в воду. О, видишь, они разные есть. Дай все самый короткий конец. По толщине, по длине. Нет. На рынке. Даже как-то не верится, что это яхта, и она участвует. Но в своем классе, наверное, она займет первое место. Потом можно через месяц будет почитать. Кто выиграл? Я думаю, что дар молодежи и выиграет. Вот там внизу, наверное, каюты, где ребята живут, спят. Вот как много. А когда сильный ветер в море, какую тянуть? Они все знают. Представляете? Вот эти ребята, которые стоят. А куда их спешить? Месяц гребут. Ага, грегата. У них соревнования. А оказывается, он куда-то женщину отвез, а обратно уже один возвращается. Такси. Такси водные. Обалдеть. Как классно. Это что-то новенькое. Я еще не слышала, что у нас есть водное такси. Там паром на той стороне. Туда дальше выход в море. Морской музей аквариум дельфинарий. Здесь тоже дальше не пускают. Вот довольно-таки... Идем, я тебе самый короткий конец покажу. Где он здесь? Вон на рынде. А, вон на рынде, да. Баковые на бак, ютовые на ют, концы экранов в воду. Вот так веревки скручены. И там еще очень-очень много веревок. Мы с вами побывали на самом большом корабле, который участвует в регате. Называется Дар молодежи Польша. На сцене проходит мероприятие. Каждая команда выходит с флагом, представляет себя. Все участники регаты. Вокруг стоят кто? Экипажи. Вот стоят финны. Тем временем пришел паром. Такая атмосфера классная в городе. Клэпичане сидят, празднуют, а участники представляют свои команды. Тем временем очередь рассосалась. Не очень много сейчас желающих. А мы с вами все посмотрели и уже будем выходить. Счетчик? Он нас считает. А, представляете, железный счетчик. И всех пересчитывает, сколько людей посетила корабль. И потом, наверное, они в истории своего корабля записывают, что вот в Клайпиде в 2024 году корабль посетило много человек. Он нам тоже сказал спасибо, но по-английски. Вот. Они очень счастливы. Сначала он говорил по-английски. А когда ты услышал, что говоришь по-польски, он тебе ответил по-польски. Обычно на все праздники этого мальчика одевают в разные одежды. И сегодня тоже не исключение. Только неясно, кто это все делает. Приносит, одевает. Потом же его надо раздеть. И написано, кто его одевает. Ларета. Какая-то ларета его одевает. Именно вот эти ребята ходят на этом корабле. Дар молодежи на этой яхте, на которой только что мы с вами были. Их много. Есть девчонки, мальчишки. Я думаю, что им весело. У них очень хорошая команда. Только что один ДФДС пришел в порт, а второй уходит. Луна. Или луна. Люди стоят на верхней палубе. Ох, какой красивый им вид открывается. Так, так, еще это не конец. Давайте, покажитесь нам лезть, пожалуйста. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. И тоже, смотри, идет не совсем полный, да? По эту ватерлинию. Но они же там играются балластными водами. То сливают, то заливают, чтобы регулировать уровень вот этой ватерлинии. Если пульпа впереди видна, значит, пустой. Копенгага. Копенгаген написано? ДФДС Копенгаген? Порт приписки? Нет. Коберхервин. А, это не Клайпецкий порт приписки. Так много людей. Финны, 28 человек на борту. 37 метров длина. Ох, какие веселенькие. Бантики завязаны. У кого косички, у кого на очках. Вот так вот. О, Шакотис, кстати, кушают. У них стоит на столе наш Шакотис. О, это стоят веселые ребята. Парень подумал, что я из Финляндии. Так на меня посмотрели. Корабли, которые стоят с той стороны. Мы снимали вчера, я вам показывала. Вот. Вот все эти вчера вы видели. А с этой стороны стоит немного кораблей. Такая атмосфера в городе. Эти классные. У них с собой даже лодка есть. Сина так, сина. Лава с вакарас. Селена, Турку. Кстати, в город Турку они тоже будут заходить. А во какие пираты. С воды возьмут. Точно как пират. Ну классно. Они веселые все. В море они... А здесь они веселятся. Еще одна лодка из Финляндии. Всего восемь человек. Представляете, она довольно-таки большая. Но у нее... Так, как подойти? Всего восемь человек. А это на катере выходят в открытое море и на скорости их катают. Им дают очки горнолыжные. На большой скорости там всякие выкрутасы делают. Специальную одежду, чтобы люди не намокли спасательные жилеты. В общем, 1932 год. 20 метров длиной. Всего восемь человек. Посмотрите, она большая. Вот, она довольно-таки большая. Эта яхта. И всего восемь человек. Тоже деревянная. Деревянный штурвал. Очень красивая. Очень. Все яхты хорошие, но для меня самая лучшая вот эта Ольга. Сейчас там кафе. Это вообще самая старая яхта в Литве, в Клайпиде. Она еще находится вот в таком состоянии. Она даже старше, чем Меридиан. Но, возможно, возможно, случится чудо. И ее смогут отреставрировать. Есть такие планы. Ее хотят отреставрировать, привести в такой вид, какая она была изначально. Она очень, там, 1900, может, седьмого какого-то года. Или, ну, что-то в районе десятых годов. Вот такая вот красавица. С хорошим, с хорошим, с хорошим именем. А вот еще какая. Но это, они просто прогулочные, эти яхты. Ольга на сварке. Самые старые на заклепках. Вот эти седов, которые приходили. Есть заклепки. Вот отсюда очень хорошо видно. На Ольге есть заклепки. Еще одна яхта. Рында вон висит с самым коротким концом. Нидерланды. 15 человек. 23 метра. 2004 года. Класс D. Очень красивая. Но какая-то мокрая. Такое ощущение, как будто дождь был. Дождя еще не было. Значит, мыли. Подготовили. Все готовы. Никого не пускают. Деревянный штурвал. Дальше еще стоит какая-то яхта. Дар Сечина. Польская яхта. У них много яхт с названием Дар. Дар молодежи. Дар Сечина. Сечина. Подарунок. 12 человек. 18 метров. 1969 год. Красивая. Очень красивая. Устали. Отдыхают. Они же здесь и живут, и спят, и все-все здесь. Вот только если в город выходят, что-нибудь покупают. А так вся их жизнь. Вот как они вышли из своих городов. Сюда пришли, в Клайпиду. И отсюда будут уходить. И целый месяц. Это вот здесь они болтаются. Хочешь, дружишь. Хочешь, не дружишь. Вон там парень пьет что-то. Тоже Польша. А должны вместе вот находиться. 10 человек, 13 метров. 1998 год, кстати. Это, наверное, самая-самая, как сказать, молодая яхта. Вон окна у них. Ну, называются иллюминаторы. Но эти такие другой формы открываются. Так, это тоже маленькая. Интересно, вот эти маленькие яхты. Так, мальчишки пришли к девчонкам. На другую яхту к девчонкам пришли. Вон, там девчонки. А тут мальчишки. Будут соревноваться, да? 1992 год. 10 человек. 12 метров. 10 человек. Интересно, по какому принципу вот сколько человек экипаж. Где спит? Спать могут. А, сколько спать могут? Молодежь вот, молодежь любит чипсы. Сидят, кушают чипсы с соком. Ну да, а что им кушать? Наверное, у них же есть какой-то повар, какая-то кухня. Кто-то готовит. Они же не могут питаться целый месяц чипсами. Бедные мамы. Посмотрят и с ума сойдут от своих детей. Классно. Так, еще одна яхта в Финляндии. 10 человек, 16 метров. 1947 год. Деревянная. О, супер, как красиво выглядит. Это как меридиан, его сразу после войны отстраивают. Очень красивая. Только меньше, чем меридиан. На ходу плавает, ходит. Там, ребята, не обижайтесь, кто смотрите моряки, что я там называю неправильно. Или она плавает, или это не корабль, а яхта. Корабль, он военный. В театре артисты служат. А вот что вот эти ребята делают? Напишите одним словом. Ходят. Ходят. Вот это вот. Как это называется? Ну, они же плывут. Балдеют. Художники не рисуют, а пишут. А тогда писатели что делают? Представляешь, сколько у этих вот ребят, сколько у них своих слов. Балдеют. Бак, ют, рында. Смотри, она тоже, это яхта на заклепках, да? Вот эти вот точечки, это заклепки? Нет. Ой, боже, я смотрю на эту яхту, у меня голова кружится. Еще одна. О, смотри. 62-го года. Еще одна польская яхта, 9 человек, 16 метров. 62-го года, Велкопольска, Велкопольска, куда? Куда? Хоть подержаться, да? Ровесник, да. Вот эта яхта Виктора ровесник. Кстати, начал капать дождь. Говорил, полчаса, вот осталось. И надо куда-то рвать когти. 62-й год. Давай я фото сделаю. Говорил, полчаса осталось. У природы нет плохой погоды. Начался дождь. Я говорю, идем под мостом постоим. Виктор говорит, так надо будет сутки стоять. Всю ночь будет дождь идти. Думаешь, всю ночь? Да, комментарии пишем. Лайки поставим. И напишите, успеем мы добежать сухими до машины или нет? Нет. Встретимся завтра. На том же месте, в тот же час. Все, всем пока-пока. До свидания.